Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Вы смотрите православный канал «Мой духовный маяк». В эфире новости. С 6 по 8 августа 2021 года состоялся пятый юбилейный фестиваль друзей общины. В течение нескольких дней в общине-поселении Спаское проходили встречи, беседы, обсуждения людей, кто интересуется общинным образом жизни. Более ста человек приехали в этом году на фестиваль из разных уголков страны. Москвы, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Ставрополя и многих других городов России. И даже с Украины и далекой Флориды. Многие приехали впервые, но есть и такие, кто приезжают уже не первый раз, и за это время они стали действительно друзьями общины и ощущают себя частью большой духовной семьи. В первый день фестиваля гостей познакомили с городом Болгар и его окрестностями, ведь здесь есть много мест, которые стоит посмотреть. И это святые места, и исторические достопримечательности, Свято-Аврааминская церковь, Святой колодец мученика Авраамия, Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, скит Воскресения Христова, община Спаская, строящийся духовный центр Болымиры. Гостям было интересно услышать об истории христианства на болгарской земле, которая уходит вглубь веков и начинается с IV века. Поэтому, думается не случайно, именно эта намоленная земля стала центром молитвы по соглашению и местом созидания православной общины. Как и принято у православных, завершился день молитвой, а именно помолились акафистам мученикам Гурию Самону и Авиву о благоустроении семьи. Это особенно актуально, так как крепкие семьи являются основой и фундаментом любой общины. Все основные мероприятия фестиваля пришлись на второй день. Начался он с экскурсии по территории общины поселения с раннего утра. Председатель поселения Насеткин Владимир Александрович рассказал гостям о том, как живут семьи и общины и для чего вообще было начато строительство, а также о дальнейшем ее развитии. В планах дальнейшая застройка более 30 жилых домов, а значит приезд новых семей. Также строительство церкви, часовни, игровой площадки для детей и многое другое. Владимиром Александровичем был сделан акцент на том, что в общине проживают в основном многотетные семьи и воспитание детей в духе соборности, общинности – одна из приоритетных задач. Для тех, кто всерьез задумался о вступлении в общину, теперь есть возможность в течение определенного времени пожить в доме для кандидатов, посмотреть на жизнь общины изнутри и определиться. Здание рассчитано на проживание четырех семей, где общий коридор, баня и веранда. И сделано это с целью, чтобы семьи учились жить вместе. Программа фестиваля предусматривала выступление известных спикеров, которые специально приехали из Москвы, Томска и Золтая. Первым выступающим стал Тюрин Глеб Владимирович, эксперт Государственной Думы по развитию местного самоуправления и инноваций в регионах. Он отметил, что община – это один из лучших способов для того, чтобы село не умирало. Главное, чтобы земля была и желание людей делать соборное дело – выживать в трудное время. Если мы говорим, что у общины нет экономики, это означает, что это живое существо, у которого нет живота. Конечно, душа – главное, но должно быть все. Должен быть мир, должна быть земля. И это должно быть понятно даже тем, кто не является православным. И у вас должны быть с ними отношения. И вы должны быть людьми, как я думаю, которые организовывают жизнь не только православной. У вас есть соседние, дружественные вам люди, которые понимают, что вы делаете, и ваше присутствие для них – благо. Смотрите, мы говорим про то, что мы с вами живем в глобальной экономике. Она не просто мощная, она гигантская. Она захватила все. И нам нужно каким-то образом создать новую экономику, которая будет местной. Богатство мира в 21 веке называется земля, вода, солнце. Земля, вода и солнце – это главная производительная система. Нам надо создать производства, которые могут быть воспроизведены в разных местах, с небольшими вложениями, большим количеством людей. Если вы успеете создать такое, и вас смогут повторить многие, и вы с ними станете сетью. Потому что вы не можете выжить в глобальной экономике, если вы не начнете обмениваться с другими, такими же, как вы. Вас поглотят все равно. Потому что, я вам скажу одну вещь, 35 миллионов человек потеряют работу в Америке в ближайшие 10 лет. Там не будет водителей, там будут трубы, в которых будут ехать эти траки, роботы. Там, значит, не будет заправок, там не будет кафешек, там не будет страховщиков, там не будет... А это означает, что все их семьи потеряют работу. И банковского сектора. И банковского сектора, и еще чего-то. Теперь вопрос. Где мы все будем проводить, если мы не успеем создать работу друг друг друга? Это должно быть много маленьких производств. Это должны быть сотни маленьких производств. Никто из них не может выжить в одиночку. Это должна быть живая территория. В живой природе все взаимосвязано или умирает. Это должны быть системы, которые понимают, что зайцев должно быть несколько сотен раз больше, чем волков. Травы должно быть больше, чем зайцев. И это все с водой, с воздухом, с почвой, все это связано. Рынок должен быть таким же. Для многих это выступление оказало большое впечатление. Ведь предлагались реальные, практические советы и указывалось на то, что может стать драйвером роста. Следующим выступил редактор миссионерского апологетического проекта «К истине» Степаненко Максим Валерьевич. Основной мыслью его выступления стало то, что трезвение в исполнении евангельских истин необходимо всем нам, чтобы мы в светлом уме, здравой памяти и твердой вере могли бы нести в мир, данный нам Богом. Даров несколько. Дары различные, но Дух один и тот же. Служение различное, Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всем. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Оно дается слову мудрости, другому слову знания. Тем же Духом иному вера, тем же Духом иному дары исцелений, тем же Духом чудотворения, иному пророчества, иному развлечения Духа, иному разные языки, иному истолкования языков. Все себе производит один же Дух, разделяя каждому из вас угодно. И вы, тело Христово, опорозные члены, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал дары чудотворения, а также дары исцелений, вспоможения, управления. Обратите внимание, к списку даров Святого Духа добавляются еще дары вспоможения, управления. Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Из притчи о талантах можно понять, что оказывается, какому-то человеку можно получить несколько даров. Один, два, пять. И теперь следующий очень важный момент. Получив один дар, можно и нужно ревновать о других дарах. То есть ты один дар развил, что-то сделал, как говорят, перешел на другое место, начал заниматься следующим. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. То, что имеешь. Пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. То есть это как раз вопрос управления. Учители в учении. Увещеватель. О, появляются еще увещеватели. То есть это люди, которые по своей сути являются солью. Раздаватель. Раздавай в простоте. Опа, появляются уже у нас социальные работники. Начальник. Начальство с усердием. Управление. Ну мы уже опоминали. Теперь смотрите. Благотворитель, благодаритель садуши. Вот еще какой дар святого духа. И вот для того, чтобы быть эффективными в своей общине, друзья мои, я к чему теперь подвожу вас. Надо знать, какими дарами вы будете служить. По некоторым вопросам велась оживленная дискуссия спикера со слушателями. И это хорошо, что есть разные мнения и точки зрения. Важен взгляд со стороны, чтобы сделать определенные выводы и сосредоточиться в правильном векторе развития в будущем. Самое ценное, что чувствовалось неравнодушное отношение участников общения и готовность выслушать друг друга, чтобы применить полученные знания на практике. Спикером, завершающим беседу, стал православный блогер Устинов Алексей Владимирович. Раньше Алексей и его семья жили в городе, но однажды приняли решение о переезде в деревню. Сейчас проживает в глубинке Алтая, занимается производством натуральных продуктов. Он также рассказал много интересного и поделился своим опытом проживания на селе. Слава Богу, что была возможность пообщаться с такими интересными докладчиками, имеющими свой личный богатый опыт. Активно продолжалось обсуждение затронутых вопросов на трапезе, где гости смогли еще ближе познакомиться друг с другом. Спикеры дали очень много полезной информации, которую в будущем нам нужно будет суметь применить правильно. В большом городе, в мегаполисе, когда живешь, все в своем мерке, замкнутом по квартирам живут, не общаются. И не хватает вот этого просто теплого, радушного, просто доброго человеческого отношения, общения. Здесь это есть. Слава Богу. Ну мы, конечно, рассматриваем. Но здесь уже как Господь управит, так и будет. Если суждено, то, я думаю, община принят нас с удовольствием еще раз в гости, а может быть даже и в Дом кандидатов. Мы не исключаем такой возможности. Мы будем очень рады. Мы уже давно, в общем-то, искали варианты. Ну как думали, не искали пока, но думали и размышляли над тем, что хорошо было бы жить в доме своем, чтобы был рядом храм, была вода. А если еще и люди православные рядом, то это вообще было бы просто чудесно, так сказать. Ну для спасения это прям очень хороший вариант, можно сказать, идеальный. Может быть, если там Господь устроит, будет время, приедем, там договоримся, например, с общинниками еще на пару дней просто отдельно, допустим, или там на сколько-то времени. Вот, чтобы посмотреть, более глубоко погрузиться, несколько дней провести вот обычную жизнь бытовую, как это идет у них. Я смотрел выпуск, когда Валерий, один день его с Валерием Арианином, он говорит, вот мы встаем рано там, 5.30 утра я сегодня встал, тяжело рано вставать. Я смотрю на часы и думаю, а во сколько же я на работу встаю в 5 часов утра каждый день? Плюс дорога. Плюс дорога, дорога обратно, пробки. И в итоге я домой прихожу там в 7, а то и там в 8 часов вечера поелся, как бы там спать лег и все. И вот, в общем-то, и по субботам, к тому же. Поэтому, ну, как бы труд, понятно, что он везде есть, но он также и в городе труд. И говорят, что на земле там жить сложно, да, это везде сейчас сложно жить, в принципе. Просто деятельность другая немножко. Ну, здесь природа, река, вода, братья. Нам родители нас воспитали, вырастили, мы хотим тоже, как бы, какую-то почву хорошую дать детям, чтобы у них, как бы, была свобода, общение с такими же единомышленниками, детьми. Вот, потому что в городе проблематично детям, не знаю, даже для общения, для развития какого-то, намного это сложнее, чем в местности, не знаю, сельской. Я просто родилась в сельской местности и жила до 17 лет. Я понимаю, что это самое лучшее время, какое у меня было, потому что очень много впечатлений осталось, вот, и такой прям теплоты. И я, честно, смотря на городских детей, понимаю, что у них этого нет и не будет. То есть это площадка детская возле дома, многоэтажки, и все, больше ничего нет. Ну, и там, поездка раз в год, да, на море. И все, больше никаких впечатлений не останется. А здесь море, вон, 200 метров и море. Спасибо большое организаторам, вообще общине, что делают такое мероприятие, организовывают этот фестиваль, друзья, общины, где можно посмотреть, приехать, погрузиться хотя бы немножечко в эту жизнь, познакомиться с людьми. Все очень классно, благодарим организаторам, отца Владимира. Ну, в первую очередь, благодарим Господа, конечно, отца Владимира. Все очень классно, всем, братья и сестры, если хотите узнать побольше, приезжайте. Звоните, договаривайтесь, и все возможно с Богом. Приехали сюда, нам очень понравилось. Сразу с первых минут было понятно, что здесь все относятся как к другу. Очень интересно выслушать было людей, которые говорят о том, как они здесь живут, рассказывают. Было интересно попробовать примерить это к себе и понять, насколько возможно, насколько смог бы я сделать так же. Стоит отметить, что нам на самом деле не так много лет, и мы стоим на начале нашего пути, пути как жизненного, так и семейного. Глядываясь вокруг, мы можем увидеть, что сейчас в мире происходит совсем непонятное. А приезжаешь в общину, видишь работающих мужчин, занятых женщин, видишь, когда в семье никто не пьет, когда люди с Богом, и когда растет поколение, которое воспитывается на тех же принципах и на тех же основах, на которых растут их родители. И приезжай сюда, и видишь именно этот крепкий фундамент. И очевидно, что людям удалось здесь достичь того, чего они хотели. Именно пообщавшись сегодня, лично мое мнение, что, конечно, это очень трудно. Да, наверное, жить в общении, это такой нелегкий труд, потому что действительно люди с разными характерами, с разными привычками, уставами, это сжиться вместе, но это как вот, наверное, людям, которые вот только познакомились и хотят, может, пожениться, тоже прижиться друг к другу. Поэтому спасибо большое, что и за гостеприимство, и за теплоту, с которой вы встречаете людей, мы все это очень ценим, принимаем. Постараемся дальше следить за жизнью вашей общины православной. Приедем обязательно, наверное, еще раз, потому что как-то уже так это сроднились, природнились к вам. А эти люди действительно, наверное, герои, потому что на пустом поле начать строить жизнь, это, конечно, подвиг, я считаю. Особо теплым стало вечернее общение у костра, где делились своими мыслями и впечатлениями. Стоит отметить, что для детей была организована своя программа. Гости из Самарской области провели мастер-класс по изготовлению ангелов из ткани. Также очень ценным был для детей научиться своими руками изготавливать скворечники. Дети смогли покататься на качелях, поиграть, попрыгать на батуте. Был организован костюмированный квест «Святые на болгарской земле», где участники смогли больше узнать о жизни святых и в конце игры найти клад. Музыка Быстрее, быстрее, побежали! Музыка Музыка Важным и значимым событием явилось соборное участие во всемирной молитве по соглашению о болящих Акафистом Великомученику и Целителю Пантелеимону. Когда десятки тысяч братьев и сестер во Христе во многих странах и на многих континентах вознесли молитвы о своих родных и близких. А в время, в котором мы с вами живем, когда наука так высоко шагнула, так много техники, медицина уровня достигла такого, что ничего не изменилось. Люди как болели, так и болели. Как умирали, так и умирали. По большому счету, ничего-то не изменилось в этом вопросе. А сегодня, например, мы будем молиться и поминать детей. Мы об этом говорили, я хочу напомнить. Детей, которые вот благодарен фонд «Мученик Фёдора Болговского» опекает через клуб с интересным названием «Пеликан». Но там детки, больные дети тоже есть. И когда мы спросили, что когда в конце оказывается будет поминовение имен, это не просто имена, в первую очередь на этих деток. Пожалуйста, давайте вместе соберемся. Это дети, они на пороге жизни, но они уже больные. Для них важно кому-то здоровье, а кому-то пронести в свой жизненный крест достойно. Нам пример показать, это все очень важно. Поэтому помолимся и о тех, у которых с этой молитвы начнется путь. Вечность к Богу, к вечному спасению. Помолимся. Завершился день подготовкой ко святому причастию. Третий, заключительный день фестиваля, пришелся на воскресенье. С утра помолились за богослужением в Свято-Авраамском храме города Болгар. Многие исповедовались и причастили святых христовых тайн. И это еще больше объединило и сблизило. Я вообще не представляла, как это все выглядит. То есть для меня община была, это какое-то такое, что закрытое место. Там какие-то дома такие, тоже деревенские, что ли, не знаю. Здесь как-то все прям на уровне. Мне понравилось выступление одного спикера, Глеба Владимировича. Про путь России. В городах сейчас нечем дышать, мне кажется, многим. А когда они будут сюда приезжать, увидят, что это еще... Здесь можно и развиваться, и можно еще... И для детей очень много возможностей. То есть это не значит, что они закроются от мира. Наоборот, какую-то новую жизнь здесь все придут. Мне кажется, очень классное направление. Тут закрылись и спасаемся одни. А нет, мы здесь открылись и зовем еще других людей для такого же пути. Очень важно, что есть и духовные очень принципы, которые не будут нарушаться. И при этом общение с другими людьми тоже соблюдается. И все равно даже для людей, которые не соответствуют, как бы, вот именно, чтобы вступить в общину, для них есть возможность поселиться рядом с общиной. Там деревня, прям улица совсем рядом. То есть они могут жить и быть причастниками этой жизни. В принципе, также участвовать в богослужениях вместе. Также общаться на каких-то мероприятиях вместе, встречаться. То есть тут есть путь для всех. Я вообще была удивлена, с какой любовью встречают, как все организовано. Меня, наверное, так никогда в жизни не кормили нигде. Я просто уже даже есть не могла. Как бы и... Ну и вообще там все условия, где переночевать. А я хотя понимаю, что вчера, что из всех вот возможностей пытались разместить как много больше людей. И, ну, иногда семья так не приютит человека, как вот незнакомые люди. И все для тебя, вот, чтобы ты посмотрел, а ты жизни прикоснулся. Мы здесь первый раз вообще на этой земле. Было очень интересно. Отец Владимир, значит, провел экскурсию в первый день, когда мы приехали. Ну, просто великолепно. Столько интересной, новой информации. Мы очень довольны поездкой. Юморной момент, когда отец Владимир где-то в проповеди говорил, он всегда сидел на стуле. Он был маленьким, ну, такой все. А то, когда первый раз увидел, такой дядя в уходе, такой мощный. То есть, вроде даже смешной момент. Это можно перевести на то, что, да, были как бы немножечко какие-то свои иллюзии, мысли. Вот, и увидел здесь другое. То есть, это в любом случае благое дело, в любом случае. Теперь правильно, значит, набрать инструменты, так скажем, направить в правильное русло. Если Господу будет угодно, то есть, Он продлит это предприятие, Он даст сюда людей грамотных, подучит, научит, какую-то систему тут создадут и так далее. Прям чувствуется семья. Одна большая, огромная семья. Я чувствую, что здесь не чужим человеком, а своим, как членом своей семьи. Хорошо, что есть такие места, куда можно приехать, посмотреть, как люди живут. Даже только начинающим, вот люди только образовываются, образуется ячейка общества, семья, какая должна она быть полноценной, где должно много быть ребятишек. Послушание мужу, уважение друг к другу, любовь, самое главное, без которой невозможно жить в семье. Прям вот чувствуешь только прям сердцем сплошную вот эту любовь, она прям окутывает. Благодатное место, святая земля. После литургии все гости стали свидетелями удивительного события – рождение новой семьи. Наши давние самолитвенники специально приехали в эти дни на болгарскую землю, чтобы разделить свою радость вместе со всей православной семьей во Христе. Праздник продолжился за общей трапезой в сквере общины. Звучали песни и теплые слова поздравлений. Молодоженам были вручены подарки и большой праздничный торт. Господь явно и при нашем участии явно из двух создал одно единое целое. Мы с вами, наша община, а наша тема-то община, фестиваль, родили еще одну семью. Они родились силой Всевышнего Господа, как новая семья. Поздравляем вас, Денис, Людочка, от всей души рады за вас. Хочется вам, конечно, пожелать и желаем настоящего и земного счастья, а самое главное, конечно, любви друг к другу. Дай Бог, чтобы это чувство вы обретя не теряли. Мы трудились над тем, чтобы оно росло, захватывая вас все больше и больше. И мы думаем, что подарить. Ну, много что можно подарить, конечно, нас с вами вообще много, выбор гигантский. Но вы-то особенные. Но вы-то особенные. Вы вот самолитвенники наши. Вы вот в доску родные. И хотел что-то такое, что вот этот раствор вот и являет. Ну, свидетельствует. Ну, на годы, чтобы оно было. И мы, кажется, нашли. И мы, кажется, нашли. Такая эксклюзивная вещь. Это чеканка, сделанная уникальными умельцами. Это образ часов нашего скита. Там, где совершается молитва. Там, где ваша молитва умножалась и превращалась в Слово Христово. Дай Бог, чтобы свет, милости Божией и за молитву, и за молитву вашу, и нас всех ввел бы вас дальше. А вы своим светом показывали пути другим, в частности, и нам. Мы за вас! Горько! 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 Островляем! 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 Не надо, Лада! Хмуриться не надо, Лада! Для меня был смех награда, Лада! Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада! Все, миленькие, я вот вам, миленькие мои, хорошенькие мои, я уже старенька против вас. Не очень, не очень. Я хочу, чтобы вот еще из одной песни, там есть слова, и плыть к далеким берегам, и день за днем, и день за днем, говорить с любви слова, чтобы вы каждый день себе, друг другу говорили слова. В своих выступлениях на закрытии фестиваля участники поделились, что очень сдружились за это время, и этот праздник останется в их памяти на всю жизнь. Даже разделенные территориально и общаясь только с помощью интернета, они считают себя частью одной большой православной духовной семьи, что является истинным признаком присутствия Божьей на земле. Мне хотелось найти такую среду, где можно было вдохнуть душу. Хотелось поменять свою, конечно же, жизнь. Но я за эти три дня вообще забыла, что там за пределами этой территории находится. Я настолько счастлива и благодарна всем организаторам, батюшке и всем, кто вот здесь был на этом прекрасном фестивале. Спасибо вам огромное, дай Бог всем здоровья. В завершение этого дня все присутствующие соборно поблагодарили Господа Акафистам. Слава Богу за все. Председатель общины Спаская Насеткин Владимир Александрович поблагодарил всех за активную участие и от лица всей общины вручил каждому гостю, семье памятные подарки, книги духовного содержания, молитва слова для детей, календари, кружки и чай из местных трав. Мы сегодня находимся на святой земле города Болгара. Посетили храм мученика Авраами Болгарского. От себя могу сказать лично, что место святое, сильно намоленное. Столько всего приготовить для людей и все это даром, понимаете? Столы, отдых, развлечения, если можно сказать, ну время досуг для детей, там батуты надувные, всего полно. Все это просто даром. Все это даром. Никто ни за что не за это не просит никак и ничто нигде. Даже разговоров, намеков ни на что нет. Просто все даром. Даром для гостей. А мы все первый раз ждут. Поэтому не знаю, откуда столько щедрости, любви и заботы. Спасибо, Господи, вас всех. Дни фестиваля прилетели незаметно. И, конечно, за это небольшое время, проведенное вместе, участникам не удалось обсудить все вопросы. Также не смогли приехать все желающие. Поэтому было предложено встретиться еще. По многочисленным просьбам, следующая встреча в форме конференции состоится 29 августа 2021 года в городе Москва. Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении темы общинного образа жизни. Что ставить во главу угла? Как взаимодействовать внутри общины и организовать вместе духовную и экономическую основу? О месте времени встречи будет размещена дополнительная информация на наших ресурсах. Следите за анонсами. Для участия в конференции нужно будет зарегистрироваться через телефон для получения кода. Надеемся, что общими усилиями общение будет конструктивным и плодотворным. Дорогие друзья, напоминаем, если вы хотите стать участником следующего нашего фестиваля «Друзей общины», который ежегодно проходит на территории общины-поселения, вам необходимо заранее зарегистрироваться и заполнить анкету, чтобы у организаторов не возникало сложностей со встречей и размещением. Следить за жизнью и развитием общины можно в наших социальных сетях. Ссылки будут в описании. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и храни вас всех Господь!